Я сегодня хотела с вами поспредничать, друзья, но не только про французский стиль как таковой, а скорее про сочетание французского и русского стиля, как в одежде, так и в макияже. Потому что я уже четвертый год живя во Франции, в Париже, конечно же, не могла не поддаться влиянию французского стиля. И очень интересно, что француженки, которые со мной общаются, они также говорят мне, что ты очень интересно сочетаешь французский и русский стиль вместе, потому что все-таки один стиль и в одежде, и в макияже, это как-то скучно. Кроме того, мне предстоит скоро очень важное событие. У нас будет концерт в очень престижном месте, и выглядеть нужно действительно, как говорится на ютюбе, дорого-богато. И нужно знать, как себя подать, просто в самые короткие сроки собраться, накраситься и быть красивой и стильной. В общем, я вам хотела предложить сегодня собраться со мной, накраситься, выбрать в чем пойти и попутно я вам расскажу вообще, какие особенности у французского стиля есть в макияже, вообще как женщины выглядят, как они красятся и как я приспособилась сочетать вместе два стиля, французский стиль и русский стиль. У француженок есть такое клише, что русские женщины, они, знаете, они очень любят краситься, что у них очень достаточно яркий макияж и соответствующая одежда. Если честно, наверное, это так, потому что я, когда приезжаю в Россию, все-таки видится явная разница и в цветах, и в фактурах, и вообще в том, как женщина-девушка выглядят. Поэтому приезжая во Францию, я знаю, что я не хочу слишком много красить свои глаза, слишком явно подводить брови и делать себе маникюр, который будет такой, знаете, явно видно, что ты его делала в салоне, что он нарощенный, со всякими рисунками, стразами и так далее. Просто мне недавно писали в комментарии про маникюр русской девушки, насколько это доходит иногда до безумия, что когда ты буквально неделю выбираешь себе дизайн ногтей, выбираешь мастера, потом три часа сидишь в салоне, в то время как француженка, да, если это очень стильная, ухоженная француженка, то на ней будет виден маникюр. Чаще всего это бесцветный маникюр, и если француженка прямо очень модная, то у нее будет такой яркий маникюр. Но вы никогда, просто я вас уверяю, никогда на настоящей француженке не увидите маникюр, который будет такой длинный ноготь, заостренный или с какими-то рисунками. Просто вот из русского стиля я вынесла то, что я делаю себе маникюр, я его делаю сама, просто на многочисленные ваши вопросы отвечу, что делаю я его у себя дома раз в неделю. Сейчас, когда у меня предстоит торжественное мероприятие, оно в принципе на осень, когда погода такая тусклая, пасмурная, мне нравятся примерно вот такие вот цвета, знаете, розовые. Я предпочитаю короткие ногти, маникюр этот держится неделю. Помимо самого лака цветного, я наношу и обязательно прозрачный лак. Если мы переходим к более важной части, скажем так, это к лицу, к макияжу самому, то, естественно, у русских женщин просто самое главное, наверное, правило — это база и брови. Просто вот это, наверное, самая важная часть, которая отличает русских девушек от француженок, потому что француженки, да, они уделяют очень большое значение именно уходу за кожей лица, кремам, так или иначе пилингу, в общем, все, что касается внутреннего состояния кожи. Русские девушки, они большее значение, я бы сказала, уделяют базе и тональным средствам, то есть тому, что может смаскировать кожу тому, что иногда может даже выгоднее смотреться, потому что ты знаешь, что тональный крем тебя не подведет, он скроет все самые даже значимые синяки, в то время как француженка, даже если она будет ухаживать за своей кожей месяцами, годами, но если она не выспится и у нее будут заметны синяки под глазами, конечно, она чаще всего никакого средства от синяков не нанесет, никакого консилера, просто пойдет и выйдет так, как есть, со своей кожей, здоровой, но такой помятой. Вот, поэтому я все-таки здесь на стороне русских женщин, и для своего макияжа я выбираю вообще два средства, то есть я их комбинирую. Первый крем это крем от Chanel, он очень плотный. Скажу честно, я не слишком-то рада вообще, что я его выбрала, потому что в магазин, когда я пришла к консультанту, сказала, что я хочу крем очень плотный, чтобы не было видно никакого жирного блеска, чтобы он был прям матовый, и им очень хорошо замазывать на самом деле все неровности, все покраснения, либо какие-то синяки под глазами. У меня проблемная зона, это зона под носом, иногда какие-то высыпания есть на подбородке, в общем, этот крем я использую точечно. Дальше идет другой тональный крем, крем от Evoline. Вообще, у меня будет в видео много продуктов от Evoline, не подумайте, что это реклама, просто они мне когда-то прислали большую коробку с их продуктами. Знаете, они мне понравились, и до сих пор я им продолжаю пользоваться, так что если вы ищете бюджетную дешевую косметику, которая хорошая, то вот Evoline я вам могу с чистой совестью посоветовать. Жидкие тональные крема, не забывайте встряхивать, это очень важно. Я так делаю каждый раз, и вообще тональный крем я наношу в основном от носа, и дальше я его просто распределяю равномерно по всему лицу, не толстым слоем ни в коем случае, потому что иначе у меня будут просто забиваться вот эти вот мимические морщины под глазами и все остальное. Правило, которое я четко уяснила с французского стиля, это просто лучше меньше, но лучше лучше. Вы меньше нанесете тонального крема, но вы его качественнее и лучше распределите по лицу, уделите больше времени, чтобы не было видно никакие разводы от кисточки, никакие излишки продукта, вот просто меньше, но лучше этот тональный крем будет распределен и сольется со всей вашей кожей. Я ценю у русских девушек за то, как они могут и умеют ухаживать за бровями. Я сейчас не говорю про гипертрофированные брови, которые похожи на какие-то две гуталиновые полоски. Я сейчас говорю о действительно хороших таких бровях, которые растут сами по себе. И вообще, вы меня часто спрашиваете, как я свои брови отрастила, потому что сейчас они у меня достаточно густые. На самом деле, я просто каждый вечер, прямо каждый вечер я их на протяжении года мажу касторовым маслом по всем бровям. И знаете, это очень помогает, они стали заметно гуще, они стали лучше расти. Вот, поэтому касторовое масло самое дешевое, которое вы можете купить в аптеке, я вам советую, хуже точно не станет. В француженке брови не красят вообще, то есть они их максимум выщипывают, но так, чтобы вы видели бы француженку, которая очень хорошо и сильно следит за бровями, это большая редкость. Поэтому я знаю, насколько важны брови в архитектуре лица, скажем так, как они вообще могут полностью поменять овал, придать завершенность образу. Я брови всегда подвожу и на кончиках, то есть основание бровей я практически не трогаю, потому что знаю, в моем случае я буду похожа на какую-то цыганку, если я в этом случае переборщу. Специально не выбираю гель для бровей цветные, коричневые либо черные. Я использую исключительно бесцветный вариант, потому что таким образом брови максимально естественно выглядят. И вот это средство карандашное, оно лучше распределяется как бы по всей брови. Следующий шаг — это глаза, конечно же, глаза. И здесь я полностью, наверное, на стороне француженок, которые умеют красить глаза так, что вы практически не заметите, что глаза накрашены. Я вообще перестала любить, знаете, завитые ресницы, такие эффект накладных ресниц, и ни в коем случае не нарощенные ресницы, потому что здесь такой есть только, наверное, у афроамериканок. Француженки красят глаза просто совершенно удивительно. Эту технику я у них подсмотрела. Пытаюсь глазу придать миндалевидную форму, но без стрелочек. Крашиваете внутренний уголок. И сейчас самое главное — это то, что вы оставшуюся часть ресниц внутренней, вы просто дотрагиваетесь до основания ресниц. Таким образом у вас ресницы не будут вот так вот загибаться неестественным образом. Они просто будут прокрашиваться у основания, и это будет создавать такой натуральный хороший эффект. Глаза будут казаться прокрашенными, но не будет создаваться впечатление, знаете, такого кукольного образа, когда вот ты как, не знаю, какая-то мальвина с ресницами хлопаешь, смотришь на этот мир очень удивленно. В общем, я сейчас глаза крашу только так. Следующий этап — это немного придать форму скулам и вот этой вот части, которая идет ниже подбородка. Здесь, конечно же, эта черта характерна русских женщин, но здесь действует правило француженок — лучше, меньше, но лучше, потому что ходить с румянами, как и с персонажа Морозко, конечно же, не стоит, даже если это вечер. Прорисовываю себе 2-3 штриха на скулах и вот здесь под подбородком, чтобы придать большей четкости контур лица. И буквально 2 штриха в области на лбу и немного на носу. Пудру я использую от Chanel. У нее очень удобная кисточка. И знаете, я пробовала у Chanel более бюджетный вариант. У нее отвратительный спонж. У нее другая структура, в то время как вот эта пудра, она из серии Beige. Она просто идеально покрывает лицо. Ее нужно буквально чуть-чуть, чтобы скрыть жирный блеск. И пудру я люблю наносить все-таки после того, как румяны нанесены. Таким образом, лучше как бы смешиваются два продукта. И если вдруг есть какие-то излишки румян, я могу таким образом скорректировать их пудрой. И финальный шаг в моем макияже — это губы. Все-таки макияж, поскольку у меня сдержанный, то, конечно, я могу позволить себе такой акцент, как губы. Я в этом случае сочетаю, опять же, два продукта. Один из них очень бюджетный — это карандаш для губ от фирмы Sephora. Карандаш более темный, чем мой блеск для губ. Точнее, это жидкая помада от Chanel. Раньше мой фаворит был — это помада матовая от Emma. Все-таки я нашла ее достаточно слишком плотной и тяжелой. И теперь вот я перешла на жидкую помаду от Chanel. Просто мне очень нравится ее цвет, сочетание ее с более темным карандашом от Sephora. И, знаете, мне нравится, что как только ты ее наносишь, у нее такой блестящий эффект. Но стоит подождать, наверное, минут 10, она впитывается. И просто губы приобретают какой-то увлажненный, ухоженный вид. При этом есть цвет, но нету такого противного блеска. В общем, мне сейчас нужно будет бежать на концерт. Вы обязательно побежите вместе со мной. И будем надеяться, что все пройдет очень хорошо. Сейчас идет киевая репетиция. И мы опять в том же прекрасном месте. И в этот раз у нас концерт с музыкой гендера. Концерт называется Glory. И Glory. Концерт преимущественно с английским текстом. То есть, знаете, такая очень мощная, торжественная музыка. Сейчас не могу громко говорить, потому что сейчас будет генеральная репетиция перед концертом. Я получила все книги. Мы сделали всю инсталляцию, все как надо. Теперь остается только переодеться. И как обычно ждать концерта. А я неизменна во всем черном. Сегодня я сделала себе на голове вот такую вот шишку. Это было утром не очень практично, потому что я, мне кажется, делаю ее целых полчаса. Я ее давным-давно не делала. И просто у меня все шпильки варились из рук. Зато, как я сказала, чем она больше разваливается, тем она какая-то более элегантная, что ли. Из макияжа я вообще с собой абсолютно ничего не делала. Наверное, и делать не буду. Несмотря на то, что немного сделаю себе губы поярче. Тем же цветом помады. И все, и пойду переодеваться в свое вот такое уже черное, классическое, абсолютно простое платье. Обожаю мои лестницы. Мне очень нравится сочетание вот этого черного и такого бордового по бокам. А вот ложа для музыкантов. То есть здесь есть напитки, чтобы все не померли от жажды. И тут вообще, в общем, бардак. Но потом все это убирается, потому что все быстро спускаются на концерт. Сегодня на мне вот такое вот платье. Оно длинное. Знаете, очень удобное. Кстати, это марка H&M. У меня просто я так стрессовала, потому что мне нужно было просто срочно сделать несколько картинок для печати. Вообще, это было совершенно непредвидено. И знаете, я такого перед концертами никогда не делала. Мне кажется, что мне будет на будущее уроком, потому что из-за такого стрессовать точно не стоит. Просто я не устаю поражаться, насколько здесь красиво. Но все-таки свои правила здесь тоже существуют, потому что мы, находясь здесь, не имеем права носить кроссовки. И даже если ты будешь каким-то курьером или почтальоном, или просто разносить посылки, себя сюда не впустят, если ты будешь в кроссовках и будешь одет неподобающе. Поэтому у нас здесь, когда заканчивается концерт, мы не можем снять вот эти вот высоченные шпильки, надеть удобную обувь и как-то спокойно заканчивать вечер. Мы остаемся на кутуках до конца. Это жутко неудобно, но вот мы не можем как бы разрушить репутацию этого величественного места. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»